Эс, здрасте! Всем, друзья, привет, Оленьки! Мы продолжаем играть в ферму. И, как обычно, на старте погнали смотреть, что у нас где происходит. Во-первых, у нас созрела клюква. В прошлой серии я говорил, что надо бы заполнить фермерский рынок, чтобы он нам больше денежков приносил. И клюква, в общем-то, один из тех урожаев, которые можно там сбагрить. Также на остальных полях у нас тут растет много чего. У нас тут растет лучок, у нас тут растет арахис, у нас тут растет морковочка и там еще свекла, которая, наверное, уже созрела, да. Также, друзья, у нас, кстати, появился новый комбайн. Я тут выполнял вот те жирненькие контрактики. И поэтому я купил еще один комбайн, точно такой же, как у нас есть. У нас есть три одинаковых комбайна, они в разных раскрасках. Новый у нас оранжевый. Оранжевый класс, почему бы и нет? Классно же. В общем-то, пойдет. По производствам, друзья, у нас солярки я немножко отсюда вывез, не помню куда, но вывозил. Тут у нас все запито. Нет, силос я собирался забить, но не забил. Как будто это для нас проблема, да? Давай, едь, вези силос. В общем-то, силос у нас тоже там забит, можно считать. Там все хорошо. На силосной башне у нас скоро можно будет вывезти, забрать силос. Ну ладно, удобрение тоже скоро можно будет вывезти, забрать. Хорошо все, неплохо. На фермерском рынке ресурсы еще есть, кроме одного, чего-то я привез меньше. Салата я привез меньше тогда, почему-то. В общем-то, надо будет опять все это дело забивать с садов. Но это, друзья, как обычно, за кадром. На садах-теплицах, друзья, у нас уже, ух ты, много урожая, все созрело. Вот как раз мне будет чем заняться, эти поддоны повозить, отвезу все на фермерский рынок отсюда. Я здесь залил воду до конца, залил удобрение известь и в садах, и в теплицах. В теплицах также компост обновил, короче, все сделал, здесь все красиво, все классно. Урожай, друзья, отвезу уже потом за кадром, это, вам это не интересно. Далее, друзья, сталилитейный завод посмотрим, мы сюда привезли в прошлый раз галенит. И, в общем-то, он по-быстрому тут, ага, свинец забился, а серебро перестало производиться. Короче говоря, серебра выходит мало, и свинец, видимо, надо будет продавать. 18 поддонов можно создать, видимо, это стандартные поддоны. Свинца выходит намного больше. Галенита потратилась, ну, почти ничего. Ясно, понятно. Ну, ладно. Далее, друзья, наша электростанция. Как видите, все трубы коптят, все работает. Я, правда, не полностью ее забил, я приехал, очень долго это было, кататься на все трубы возить, на все модули. Поэтому я приехал одну машину здесь, которая на 520 кубов, разгрузил примерно поровну. Постарался, по крайней мере, сделать примерно поровну. И что у нас с электричеством? На ПМС переработка. У нас электричество дохренища. В связи с этим у нас производство работает, никаких проблем нет. Но производство очень медленное, у нас есть только 4 куба стекла. Нам надо 10 для того, чтобы закончить стройку того гребаного завода. Молочный завод, друзья, не работает, это я вам показывал. А вот сама электростанция меня интересует еще. Короче, запасы электроэнергии у нас появились. Это хорошо. Меня это несказанно радует. На Алкоя Метал, я думаю, примерно та же картина. А, тут электроэнергии больше может вместиться, но она, в общем-то, есть в избытке. Опять-таки, алюминиевый лист производится, медный лист как будто в очереди стоит. Не знаю почему, но производство работает, ладно. С заводом кормов, о, забилось. Это прекрасно. Моносмесь еще делается, сено еще сушится, можно еще травы туда закинуть. Электроэнергии, как видите, тоже дохрена. Травы, наверное, мы туда как раз-таки закинем, а сено это вывезем на базу. 290 кубов, как раз сегодня же его будем тюковать. Ха. Давай ты, друг, тогда у нас съезди, отвези два раза. Тебе этого хватит пока что. Два раза травы, 280 кубов получится. В общем-то, этого вполне себе хватит. А нашего вот этого мана, который поехал отвозить, вот это вот, мы перехватываем. Он уже на парковку намылился. А вот нет, рано еще. Съезди, забери сено. Тоже разочек. И привези его на базу, пускай лежит на базе. Вот, тут у нас теперь все четко. Всего дохрена, все хорошо. Значит, друзья, приступаем тогда к уборке. Сначала клюкву. Одним комбайном ее будем убирать. Поле не сильно большое, мы никуда не торопимся. Как раз новый комбайн запустим. В 3 комбайна это было бы, конечно, в миллиард раз быстрее. Но давай, едь, работай. Поле 37. Уставим клюкву. Насколько я понимаю, тут не сильно много будет. И насколько быстро она продаваться будет, тоже пока неизвестно. Но, в общем-то, посмотрим. Ну, а ты тогда, друг, едь, помогай нашему комбайну. Оф, спашка не требуется. Как же меня это радует, а? И, друзья, надо еще поставить уборку свеклы. С этим, друзья, будет геморрой. Я, в общем-то, поэкспериментировал с этими жатками. И, в общем-то, у меня не получилось сделать так, чтобы одна жатка убирала все культуры. Точнее, она может убирать все культуры, но она не может срезать ботву от всех культур. В общем-то, тут есть два варианта. То ли я совсем тупой и не могу этого сделать. Хотя, как бы, это все легко и очевидно. То ли этого невозможно сделать, в принципе. Я, друзья, склоняюсь именно к второму варианту, потому что, ну, это удобно было бы. Почему до этого до сих пор вот нету в интернете таких универсальных жаток. Я, по крайней мере, не нашел. Все моды, которые вот на эти холмера идут, там везде просто набор дохренища разных жаток. Так что я, в общем-то, склоняюсь к тому, что все-таки нельзя этого сделать. Но если вдруг кто-то сделал, то расскажите, как вам это удалось. Так вот, друзья, холмер. Придется брать четыре разных жатки. У нас есть жатка для тростника, насколько я понимаю. Проще будет ее найти здесь. Сахарный тростник, да, одна штука есть. Также нам надо взять для арахиса. Да, она у меня здесь капуста нарисована, но и называется она не так, как надо. Давайте, она у нас будет, какого цвета она у нас будет? Как бы, хочется под арахис, конечно, сделать желтую, чтобы не путаться. Ну ладно, пускай она будет желтенькой у нас. Будем знать, что это арахис. Я вот не знаю, покупать их или нет, или взять в аренду. Но ладно, давайте купим. Также нам надо взять для свеклы. Ее мы сделаем фиолетовой. Я думаю, для свеклы сама то будет. Тоже покупаем. Нам надо взять для лука. Пускай она будет зеленой. Джундировский зеленый цвет. Ей ставим, тоже покупаем. Картошку пока не будем брать. И морковка. Морковка у нас будет оранжевой. У нас есть уже одна оранжевая жатка, но от нее потом избавимся. Сахарный тростник мы вряд ли когда-нибудь здесь будем еще выращивать. Вот, соответственно, все просто тогда. Едем за свекольной жаткой, ставим уборку. Потом будем их вот так вот периодически менять и закидывать на базу. Боже, как далеко находится магазин. И как долго туда ехать. Ладно. Генерируем без прохода по кругу этому товарищу маршрут вот из этой точки. Смотрим, где он здесь проходит. Вот здесь вот он проходит. Замечательно. И с этой точки тогда его запускаем. И я надеюсь, что он будет работать. Потому что я опять-таки все сломал, как я уже говорил. И не факт, что я все починил. Ну нет, свекла пошла собираться. Все нормально. Ну в общем-то тогда пускай он работает. Ему в пару, друзья, надо поставить мана. Который у нас повез сена сейчас. Точнее он уже едет обратно. Я его выключил из стаба. И сейчас его хрен найдешь. Пока он не вернется на парковку. Но я его найду. Что он какими-то кругами поехал нестандартными. Я сейчас ходи и лови его по всей карте. Ман, вот ты где. А ну-ка стоять. Ты у нас вдруг будешь работать с комбайном. На поле. 38-39. Все. Вот теперь едь. Он съездит, разгрузится и поедет на поле. Так что все хорошо. И знаете, друзья, что я думаю? Надо этот свинец, наверное, продать тогда. Чтоб у нас серебро продолжило выпускаться. Тебе, друг, ставим тогда поддоны стандартно среднего размера. Еще попробуй найди здесь свинец. Вот он, свинец. И его нельзя продать. А, да. Серебро, кстати, тоже не продается у нас. Хорошо, что не успел выгрузить. Но вот как так-то, а? И куда мне его деть? Его сейчас реально вообще некуда деть. Ладно, этот вопрос я, друзья, еще проработаю на будущее. Если не забуду, в следующей серии вам расскажу. Мне нужна консультация эксперта, да. Но, друзья, вот этого товарища все равно надо тогда отправить на базу. Он у нас будет возить тюки. Я не поставил опять прицеп тот на большое количество поддонов и тюков. Поэтому будем страдать и часто ездить. Может быть, меня потом когда-нибудь заставят его поставить. И мы поставим. А сейчас пока что вот так. Ладно. Сегодня у нас много работы. Много ручной работы. Мы сегодня, друзья, будем делать тюки. Я думаю, что вот на этой площадке, кстати, можно будет этим заняться. Мне вот, кстати, интересно. Если тюковать силос обычной квадратной тюкалкой. Обычный вот такой силос. Он будет тюковаться? Я, честно говоря, в этом сомневаюсь. Ну, ладно. В любом случае, друзья, что нам надо купить? Нам надо купить тюкалку. А, да. Они даже не подбирают силос. Поэтому очень вряд ли он будет так работать. Берем самую обычную круглую тюкалку для круглых тюков. Берем квадратную тюкалку для квадратных тюков. И, друзья, берем еще, знаете что? Я думаю, вполне себе весело будет в качестве обмотчика взять вот такую вот хреновину. Цвет фольги. Пускай будет розовый, как зефирки. Вот. Ее, короче, тоже берем. И, мне кажется, вполне весело будет именно с этой штукой поиграться. Так вот, наша задача, друзья, забрать со склада солому, траву, сено, что у нас тут есть. Разбросать на площадочке. Затюковать это все дело тюковщиком. И отвезти на рынок на продажу. Я надеюсь, что это будет хоть какой-то минимальный профит. Да и на самом деле внесет немножко разнообразия в наши вот эти вот заводы и все остальное. Позанимаемся фермерскими делами. Я вот не знаю, нужен нам трактор отдельно для тюковщика или не нужен. У нас есть деньги, поэтому давайте возьмем. Возьмем вот такую вот старую. Черт, она медленная, что капец. Но она красивая. Возьмем вот такой вот, блин, не знаю даже, что взять. Давайте кейсы возьмем. У нас, по-моему, кейсов вообще нет. Его тоже возьмем для квадратных тюков. И еще один трактор мы арендовали, чтобы просто перевести на базу вот эту вот хреновину для обертки. Она же вроде сама работает. Да, она как самоходная такая идет. Ух ты. В ней даже какой-то двигатель есть. Она даже заводится. Прикольно. Но в ней нет ни параметра топлива, ни автодрайва. Было бы прикольно отправить ее по автодрайву домой. Ну ладно. Значит, у тебя мы взяли в аренду. Ты у нас, соответственно, подцепляешь вот этот упаковщик. И везешь его на топливный завод. Можно его отвезти. Мы на той площадке будем это делать. Давай едь туда. Большой трактор красный у нас для большой тюколки. Тебя мы отправляем тоже на топливный завод. И маленький оранжевенький трактор. У нас повезет маленький тюковщик. И надо было какой-нибудь желтый трактор брать под цвет тюковщика. Но уже ладно. Ты у нас, в общем-то, тоже едь туда. На топливный завод. Ну и теперь, друзья, надо взять какой-нибудь... Что-нибудь, да, надо взять. Давайте возьмем мана. Вот он на 270 кубов. Вот с помощью него и будем делать наши тюки. Так, не тот ман. Вот этот ман нам нужен. Прицеп от него отстегнем. Хотя, на самом деле, можно же сразу загрузить все, что нам надо. Давайте загрузим траву и в прицеп, и в кузов. И поедем на топливный завод. Будем там что-нибудь смотреть, дальше делать. Возможно, друзья, кто-то скажет, что я занимаюсь херней. И знаете, что я с вами даже соглашусь. Но сейчас наша задача покататься по этой площадке и рассыпать здесь всю траву из прицепа. Как-то вот так получилось. Зато, кстати, посетители нашего рынка смогут увидеть воочию, как мы делаем эти самые тюки. Сейчас мы берем тюковщика и по этой дорожке, по которой мы ехали, сейчас все и затюкуем. Только есть вероятность того, что дорожка эта получилась, во-первых, трохи толще, чем тюковщик может в себя вместить. Поэтому придется ехать не один раз, а два-три по ней проезжать. Это раз. А во-вторых, с крулыми тюками будет полный геморрой, судя по всему. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У меня в одну проходку здесь не получается сделать. Есть, в принципе, хороший способ. Это надо будет просто разгружаться на скорости хотя бы 40 км в час. Тогда он будет прекрасно себя чувствовать. Но, в общем-то, получилось то, что получилось. Ребята, я такой херней занимаюсь, вам не передать просто. Поехали, второй ряд тоже соберем сразу же. Второй ряд, наверное, будет побыстрее, потому что здесь тоньше вот эта вот штука, и он будет успевать ее перерабатывать. Тоньше ряд, тоньше волок, наверное, правильно я буду сказать. Он будет успевать ее перерабатывать. И да, он, видите, 20 км в час едет. Субтитры создавал DimaTorzok Во, вроде бы все прошлись. Черт, я здесь, короче, надолго застрял. Это прям точно. Так, глушим двигатель. И тюк как-нибудь последний, наверное, да, можно выкинуть. Еще 2000 литров осталось, потому что 270 не кратно 4. Блин, ну что ж, с чего мы начнем? С силоса давайте тогда начнем. Будем делать колбасу. Так, не туда я залез. Но я боюсь, что сюда придется вручную все эти тюки закидывать. Возможно, возможно, я прав. Я, честно говоря, один раз только с этой штукой работал. Это было миллион лет назад. Так, она вот так вот открывается. И больше никаких настроек там нету. Но давайте попробуем взять один тюк и закинуть туда. И что он будет делать? А, он его сразу же подобрал. Так, а в какую? А, видимо, тюки надо закидывать вот сюда. Нет, не сюда. Но он-то в одну большую колбасу. Ладно, давайте возьмем еще один тюк. Хотя вообще логичнее было бы, конечно, вот сюда их подавать. Да. Или нет? Нет, они подаются с обратной стороны. Я понял. Так это как-то не сильно удобно, я вам скажу. Ну, давай с этой стороны. Да. Он закидывается ровненько сюда. Хорошо, можем ли мы на этой штуке ездить и подбирать эти самые тюки? А еще я смотрю, он их обматывает. Вот как положил, так и обматывает. Как-то они не той формы получаются. Еще его тянет налево. Нет, падла, он так, конечно, не закидывается. Придется руками. Вот развлечение я сегодня придумал себя. Их, наверное, сразу много ж не закинешь. А, их еще и много сразу не закинешь. Так что я здесь застрял прям надолго. А, и он еще сам потихоньку откатывается, когда они вываливаются. Они вываливаются, но они склеены между собой одной большой колбасой. Ее, возможно, придется резать. Твою мать. Знаете, что самое обидное? С этого ж не будет прям гигантского дохода. Вот прям гигантского не будет. Поэтому я занимаюсь ерундой. Но, опять-таки, я же блокер. Мне же полезно заниматься ерундой. Это же вот вся моя сущность. Заниматься ерундой. Будем, значит, ходить, закидывать тюки. А, вообще, друзья, я предлагаю вам, знаете что? Чтобы проще было, чтобы мне за ними не бегать по 500 раз. Мы сюда пригнали мана. Хотя бы их в одно место рядом сгрузить. Чтобы их просто надо было подавать. Твою мать, как их там много. Ужас. 39 штук. А что-то как-то... Ты их неправильно кладешь, да? У нас есть еще какие-то малые круговые, малые квадратные тюки. Давайте посмотрим, что это за они. Нет, он их не видит. Значит, это большие квадратные тюки. Ладно. 39 штук. Не сильно много их. Можно, конечно, положить. Выгружаем их вот здесь. Ну и, друзья, отсюда их будет намного проще, по крайней мере, брать, закидывать. Не надо будет собирать по всей карте. А, кстати, двигатель у него заглох. И он все равно продолжает работать. Прекрасно. А прикол, друзья, еще в том, что эта штука постоянно отъезжает назад. И то, что я выгрузил вот эти вот рядом, вот эту стопку, это нифига не помогает. Это, кстати, уже последнее. У меня на это ушло минут, наверное, 10-15. Не так уж и много. Если, конечно, не брать в расчет то, что занимался я откровенной херней. Хотя, с другой стороны, вся вот эта игра, это заниматься херней. Правильно? Правильно. Поэтому не обессудьте. Но есть большая вероятность, что я это делаю один, вот, последний раз. Может быть, еще когда-нибудь на каком-нибудь стриме вот такой же херней поупарываться. На поболтушечном. Может быть. А так, что-то как-то особого желания, наверное, у меня не будет. Ну и вам не советую, да. Все, 6 штук осталось всего. Вместе с тем, что у меня в руках. Блин, это еще ж повезло, что персонаж, которым я играю, обманул, я считать не умею. 7 штук. А, так вот, он сильный. А если это все кататься вилами грузить, то ж можно загнуться. Хотя, кому-то нравится. Это имеет место быть. На самом деле, такое довольно медитативное занятие. Просто кидаешь тюки, они обматываются. Классно же. Так, я до сих пор не научился считать. Там еще 8 лежит. Черт. Ну, не умею я считать, что поделать. А, возможно, там один лежит. Ладно, все. Давай, закидывайся. Его, короче, и носить уже далеко стало. Посмотрите, насколько она отъехала. Хоть ты их на платформу выгружай и с платформу постоянно тоже подгоняй. Возможно, с круглыми сейчас будем так и делать. Нам еще круглые также нужно затюковать. А круглые еще, возможно, геморрой нам будет тюковать. В смысле, после каждой тюк же там надо выгружать отдельно. Они сами же не вываливаются, как квадратные. Есть мод, чтобы само так делалось. Но у меня такого мода сейчас нет, поэтому мы будем страдать. О, это последний, кстати. Ха, классно. Ну, последний мы тогда загружаем. Давай, обматывай последний. Так, выгрузить тюки. Кнопка есть. А какая это кнопка? Это кнопка R. Хорошо. Выгружай тюки. Все, вот они обмотанные. Ух ты, какая штука его выталкивает. Прикольно. Хорошо. Мы сделали вот такую колбасу. Это, друзья, один большой тюк. То есть мы, если его поднимем, он поднимается вот весь вот так вот. Водитель Терадос не может рассчитать маршрут. А куда ты собрался рассчитывать маршрут? Автодрайв, планирование пути. Ты куда собрался? Так, товарищ, который вот этот. А ты нахрена клюкву собрал? Едь, разгружайся. А хард здесь стоит. А почему он здесь стоит? Он тоже с клюквой. Ожидает вызова. Едь, разгружайся. Они близко находятся друг к другу. Да, я знаю, что в автодрайве там можно... Ну, уже не будем, короче. Ладно, да. Погнали играться с тюками. Это нас не интересует. Но мне все же интересно, куда он собрался. Двигается к месту назначения. У тебя что? Сама выгрузка типа стоит? Саморазгрузка комбайна? Нет. Разгрузка наполнения парковка. Я понял. Это, видимо, и есть саморазгрузка комбайна. Что-то новенькое, если честно. Ну, ладно, нам это не интересно. Так, погнали играться дальше с тюками. Так вот, у нас есть вот такая вот большая колбаса. Ее же надо как-то теперь разрезать. И это делается вот такими вот простыми манипуляциями. Это, друзья, не простые манипуляции. А хотя, ладно, можно. У меня просто кнопка на геймпаде, которая за это отвечает. Она немножко тупит. Поэтому можно вот так вот просто боком идти и каждый из них разрезать. Ха, это весело, знаете ли. Но квадратные, они не такие классные, как круглые будут. Вот круглая колбаса мне вот, честно говоря, даже внешне вот так вот больше доставляет, чем квадратные. Твою мать, как их тут много. Кошмар. Ужас. Просто от ас. Зачем? Зачем я все это делаю? Мне действительно нечем заняться. Ладно. Давайте загрузим эти тюки и отвезем их на фермерский рынок. Смотрите, они маленького размера. Давайте попробуем загрузить маленькие тюки. Малые квадратные тюки. Нет, это так не работает. Но вы видите, что они размеры действительно меньше, чем те. Ну ладно. Выгружаем. Они попадали в круглые тюки? Они попадали в круглые тюки. И они здесь нарисованы, как трава обернутая. А здесь прямо обернутые. Ну-ка. Квадратные тюки силоса. И круглые тюки силоса. Они закинулись. На самом деле, если сейчас это дело проканает у нас с соломой или просто с другими тюками, это очень сильно облегчит мне жизнь. Ладно, ты стой пока тогда тут. А мы, друзья, тогда возьмем вот этого мана. Отстегнем от него прицепчик. Или не надо нам отстегивать. Нам даже не надо прицепчик отстегивать. Мы так. Разгрузим. Поставим ему скорость круиз-контроля, например, 40 км в час. И поедем сейчас ровненькой полосочкой это все дело как-нибудь разгружать. Я надеюсь, что мой план сработает. Черт, я нажал не ту кнопочку. Да останови ты выгрузку. Опять я не ту кнопочку нажал. Все, пошло-поехало. В общем-то, на большой скорости пытаемся кататься. Это все дело разгружаем более тонким слоем. Так, получилось некрасиво или красиво? Получилось как-то вот так. Сейчас, друзья, мы берем тогда тюкалку и постараемся по-быстрому проехать все это дело затюковать квадратными тюками. Начиная с самого старта у нас как раз тюкалка и освободится, кстати. И попробуем эти квадратные тюки высыпать в круглые тюки. Вырубаем эту хреновину, выгружаем тюки. Тюкалка у нас пустая. На самом деле, было бы очень неплохо, если бы квадратные тюки можно было бы закидывать как круглые тюки. Хотя это, конечно, богоюзерство, наверное. Но это немножко облегчит нам жизнь, правильно? Вообще, у меня тут созрел гениальный план. На карте на прошлом прохождении, NF-марш, которую мы проходили, там есть такие замечательные склады для тюков. Склады для круглых тюков и склады для квадратных тюков. И, соответственно, в них, насколько я помню, можно было просто вот россыпью выгружать все, что хочешь. Это значит, что можно поставить оттуда этот склад и делать там просто вот так вот тюки. И тогда этим можно будет заниматься. Потому что вот так вот тюковкой заниматься, в том виде, в котором вот она сейчас у нас здесь происходит, у меня желания нет никакого. Я думаю, что вы меня даже понимаете. Это мы только с травой пока что играемся. У нас еще солома, сено и, скажем так, трава и силы у нас тут пока что объединены немного. Но давайте выгрузим это в круглое, попробуем. Захавает он их или нет? У меня есть подозрение, что захавает. Выгружаем и проезжаемся через триггер. И они сюда падают. Но замечательно, прекрасно, я бы сказал. В квадратное, конечно, тоже надо немножко позакидывать. Сейчас закинем. Но как-то так. Повыгружали. И то, и то забили. В общем-то, проще, конечно, квадратом это все делать. И ладно, друзья, раз уж у меня сегодня такое вот рабочее настроение, если можно так выразиться, позаниматься ерундой, то, пожалуй, солому и сено я сейчас тоже сделаю. А для спонсоров на бусе это будет отдельный такой типа таймлапсик, что ли. Не пропадать же контенту. А с вами встретимся через пару секунд. Пздынь. И готово, друзья. Ну вот так вот теперь здесь все это выглядит. Появились у нас здесь тюки. И по 4 куба в час они продаются. По одному тюку в час. То есть довольно быстро. А мы их тут примерно штук по 30 каждого закинули. Но, друзья, если это будет у нас через тюковку, то я этим заниматься больше не хочу. Я думаю, вы понимаете. Тем более, что денег это вряд ли будет приносить прям много. Это же, блин, тюки, солома, трава, сено. Это же вообще ни о чем. Поэтому от всей вот этой техники, друзья, мы с вами избавляемся. Купили и ладно. Вообще всего мы затюковали 270 тюков. Ну ладно. Продаем трактор. По-моему, всего за 102 тысячи. Тюкалка за 92 уходит. Не знаю, сколько мы потратили на это все дело. Из аренды возвращаем Нью-Холланда. Эту штуку мы тоже продали, которая обворачивала все. Это вообще не использованные. 43 тысячи и трактор 72 тысячи. Ну и ладно. Тем временем у нас, кстати, еще и клюква закончила уборку. Клюква закончила уборку. Ну, в смысле, закончилась уборка клюквы. Клюква даже не начинала уборку. Она просто росла. Блин, корнеплоды бы побыстрее убрать. Есть у меня, друзья, одна идейка, конечно. Как это сделать чуть побыстрее. Так, стыдно, друг, едь, паркуйся. А ты куда поехал? Он поехал вот к этому комбайну. Нехорошо. Едь, друг, разгружайся. И паркуйся. Так, тут все происходит довольно медленно. Значит, друзья, мы берем в аренду еще 4 корневых вот этих вот уборочных штуки. И арендовать раз, арендовать два, арендовать три. Боже мой, 75 тысяч на это ушло. Запускаем их все в работу сразу. И, друзья, по-быстрому здесь все убираем и смотрим, что к чему. Охрененный план, Никита. Просто охрененный. Надежный, как вы поняли. У нас же не созрело еще ни хрена. Деньги впустую. Учитесь, как тратить деньги впустую. Ладно, друзья. Значит, предлагаю, знаете, что сделать? Предлагаю попробовать, раз уж мы сегодня занимаемся тюками, попробовать через склад это все сделать. Так что сейчас вот эти вот товарищи паркуются. Я сохраняю игру. Ставлю этот модик. И мы с вами пробуем поэкспериментировать. Если не получится, то можно будет потом сейф откатить. Вот такой вот план. Кстати, заодно можно и Animal Keeper подсоединить. Потому что я про него все время забываю. Поддоны и хранилище рулонов для карты NF Marsh. Друзья, этот мод идет с картой NF Marsh, как я уже сказал. Подсоединяем его и пробуем. Ну что ж, давайте попробуем. Загрузились мы. Давайте сохраним игру сначала. И попробуем поставить этот самый склад. Вот, кстати, прикольно будет, если эти самые склады. Склад рулонов соломы, склад рулонов силоса, сена, травы. А я сейчас... А, это все фэдмодцевские. Здесь вот куча складов, которые многие продукты тоже поддерживают на этой карте. Даже есть хранилище бревен. Я, кстати, поржу, если на Отрадной долине тоже есть склад для тюков. Но мне на самом деле не попадался. Ладно, давайте проверим это все дело, например, на всех. Поставим их прямо вот здесь вот на поле. Все три штуки. Я в любом случае сейчас сохраняться не буду. Это у нас, друзья, вот тесты. Вот я обычно вот так вот и делаю. Так вот все и проверяю. И поехали загрузим что-нибудь туда. Опять-таки, берем мана и загружаем сюда, например, солому. Ну, трава первая попалась, значит траву. Загружаем немного, кубов 50 загрузим. Этого хватит по горлу. И, друзья, загружаем тогда, ну, допустим, сено. Я не помню, где какой склад к чему относится. Можно пробежать посмотреть. Я думаю, это написано там. Баленлагер. Тут, походу, солома или сено. Хрен его знает. И, наверное, вот это точно силос. Вот это солома. Значит, сено, трава там. Все, хватит, хватит, хватит. Разбежался. Если мне не изменяет память, это вот работало. Вот здесь у нас, по-моему, трава. Нет, здесь у нас сено. Разгружаем, значит, сено. И оно отсюда разгружается. И там рисуются тюки круглые. Ну, давайте уже, ладно, разгрузим все. Всего 4 штуки нарисовалось. По-моему, эти склады чуть ли не бездонные. То есть, прям очень большие. А, это нарисовалось. Это, видимо, уже то, что закинулось, переработалось. А есть какой-нибудь триггер, а? Вот. Рулоны сена и сено. Активно. Запускаем. И траву погнали тоже выгрузим. Давай, выгружайся. Ты-то явно побыстрее будешь. Во, сено переработалось моментом. Сено. 156 кубов. Вместимость 1 804 000 литров. Обалдеть. Большая, короче, да. Ты, друг, свою работу сделал? Давай, Шуруй, едь, паркуйся. А мы тогда берем вот этого товарища. Видимо, у нас там выгружаться будут круглые тюки. Поэтому ставим круглые тюки. Поехали посмотрим, сможем ли мы их оттуда забрать. И самый главный вопрос. Где и по сколько штук они будут выгружаться? Так, стой. Давайте начнем с сена, пускай. Можно максимум сделать 39 поддонов. То есть выгрузить все. То есть, значит, можно и больше. Как они удобно здесь появляются, однако. А можно ли закупить сено? Нельзя. Ну ладно. 39 штук мы здесь выгрузили. Довольно много. 48 штук можно погрузить на платформу на эту. Я, друзья, все это к тому, ввиду, что это можно будет автоматизировать. Потому что подвозить на этот склад траву, солому, сено, вот это вот все, можно будет легко по автодрайву. Также по автодрайву легко можно будет это все дело отсюда и забирать. Если вы понимаете, к чему я, да? Соответственно, возить, разгружать там по автодрайву тоже это будет легко. А давайте, друзья, мы заедем с обратной стороны, чтобы выгрузить это как квадратные тюки. Хотя можно и не заезжать с обратной стороны, просто проехать триггер. Чтобы посмотреть, что оно выгружается и в квадратные тоже. Потому что квадратные в круглые выгружались, это мы видели. А вот выгружается ли круглые в квадратные, это уже вопрос. Знаете, даже вот так вот встанем. Вот так вот бздынь. И оно все прекрасно выгружается. Не знаю, друзья, с одной стороны, конечно, богоюзерство, с другой стороны, упрощает нам жизнь. Эта карта такая, что надо, чтобы все упрощало жизнь. Поэтому давайте тогда перезапустим игру. Перезапустить игру и нет, не сохранять. И возвращаемся обратно. Теперь давайте думать, куда эти склады поставить. Вообще, я думаю, что вот эта площадка идеально к этому подойдет. Тем более, что у нас здесь коровники стоят. А коровники и тюки, это прям, знаете, две такие довольно совместимые вещи. Кстати, я подключил Animal Cleaner. Почистил он нам там? Да, почистил и воду добавил, и солому добавил до упада. Отлично, пойдет. Вообще, меня это радует. Так вот, склады, да. Склад материалов. Бочки и шерсть можно сюда привезти. Сюда какое-то масло в холодильнике. Склад овощей и фруктов на поддонах. Ну, видимо, на этих картах разные фрукты и эти самые. Ну, вы поняли. Ладно, не суть важна. Давайте как-нибудь расположим склады. Оказывается, даже триггера нарисованные есть. Давайте вот так вот. Вот в этот ряд. Получается раз. Силос два. Сено, соответственно, следом три. Они даже на одинаковом расстоянии друг от друга, да? Получились нормально. Надо было ближе ставить. И четыре. Трава. Немножко вылезла. Ладно, мы сейчас сделаем красоту. У нас же здесь есть окрашивание. По-моему, это даже оно. То, что нам надо. Давайте вот так вот поставим. Здесь все закрасим. Ну, что ж, красивенько получилось, да? Тут даже есть место проехать. Надо только автодрайв посмотреть, чтобы там не было проблем. Так, ну и давайте автодрайв тогда туда проложим. Где наш ман оранжевый? Наш ман оранжевый работает. Черт. Джесси Бишка, значит, с тобой поедем кататься. Поехали, посмотрим, что там к чему. Блин, опять после перезапуска попропадали окна автодрайва. И на каждом транспорте теперь придется его открывать. Бесит. Да, как видите, вылез я немножко на дорогу. Но я думаю, это ничего страшного. Потому что мы можем сделать вот так, сделать вот так, сделать вот так, сделать вот так и сделать вот так. И, соответственно, после этого всего сделать вот так, сделать вот так, вот так вот, вот так вот и вот так вот. И оно будет нормально этот склад объезжать. А сейчас надо сделать для автодрайва. Здесь как-нибудь... Черт, а вот тут еще одна дорожка идет. Через коровники. Я о ней даже не знал. Благо у меня там транспорт еще ни разу не ездил. А, она пустая, она заканчивается, я хвост пытался сделать, я с другой стороны, как бы и хрен с ней тогда. Значит, рисуем по-быстрому автодрайв проездом через все вот эти вот зоны разгрузки. Субтитры подогнал «Симон» Ну, как-то вот так вот получилось, в теории должно работать, сейчас мы, конечно же, это и проверим заодно, а еще в теории это может работать и на загрузку. А это мы сейчас тоже проверим. Так вот, куда эти все склады определить? Давайте, наверное, в базу. Все-таки рядом же с базой находится, правильно? Я надеюсь, я ничего не попутал сена, трава, солома и силос, потому что я мог. Это, в принципе, нормально. Так, склад травы, все, закинули. Значит, ты, друг, едь паркуйся, а мы возьмем большого-пребольшого мана, вот этого. У него тоже вырубилось окно автодрайва, как это мне бесит. Так, давай солому, да? Попробуем на соломе, почему бы и нет? Солома. Один раз на склад соломы, давай, съезди, отвези соломки, да? Арахис растет, еще нихрена не созрела. Вот это я, конечно, обломался. Набрал в аренду техники, а оно у нас тут еще не созрело. Кошмар. А, у нас тут очередь, да? Ну, ладно. Кстати, свеклу уже довольно много собрали. У нас было на складе 70 кубов свеклы, мы когда-то давным-давно ее выращивали. Хотя не так уж и давно это было, на корма. Но сейчас ее будет намного больше. Ее мы тоже сегодня продадим. Ну, точнее, отвезем на рынок. А сколько на рынке, кстати, вместимость, интересно? Я не посмотрел. Сколько сюда можно этого самого сена? 400 кубов. А не так уж и много. Ну, ладно, сейчас на соломе будем, значит, разные эксперименты ставить. В частности, меня, конечно же, интересует еще и автопогрузка тюков. Но для этого надо, друзья, еще и автодрайв тогда записать по фермерскому рынку. И поедем мы, наверное, въезд сделаем там, где у нас въезд с дороги. Поедем против часовой стрелки. Как это у нас принято по кругу, если ездить. А потом, может быть, кстати, еще и точки докинем на всякие вот эти тепличные садовые продукции. Мне кажется, это будет неплохая идея. Прицеп отцепляем. Или у нас тут уже... А, окошко тоже скрылось. И мы туда что-нибудь проводили. Нет, мы туда ничего не проводили. Заезда справа делать мы вот с этой стороны не будем, потому что тут большой угол. А вот слева сделаем. И смотрите, что мы делаем. Мы здесь сделаем точку разгрузка тюков. Давай рынок тюки это будет называться. Рынок тюки. Этот товарищ будет подъезжать к этой точке. Мы будем ставить ему разгрузку на платформу. Он-то на платформу будет выгружать. И на маленькой скорости будет продолжать здесь движение. Соответственно, с платформы все тюки будут падать вот сюда, вот, круглые тюки. А то, что не влезет туда, там вместимость 400 кубов, он будет ехать дальше и выгружать в квадратные. Неплохая идея? Неплохая. И таким образом сможем мы немножко подзабить наши склады. А выезд как нам сделать здесь? Ну, давайте вот такой выезд, значит. Будет, я надеюсь, он будет работать. Некрасиво, согласен. Но в теории у нас же сюда один грузовик только будет ездить. Поэтому вот так. Может быть, потом еще тогда и докину, опять-таки, когда я буду заниматься с поддонами садов и всего остального, докинем точку. Садовая продукция, тепличная продукция. Так, вдруг ты у нас тогда стой. Хотя, на самом деле, давай сразу тебе зарядим маршрут. Там у нас как раз солома пошла выгружаться. Ты у нас, значит, едешь на базу, склад соломы. Загружаешь там круглые тюки 1,3 метра. А выгружаться едешь на рынок тюки. И разгрузку мы тебе ставим разгрузка в центр. Да и есть, в принципе, на это место. Приезжай, дальше будем разбираться. Да, справа здесь подъезд прям не то чтобы не очень удобный, он прям очень неудобный. Возможно, друзья, он будет останавливаться на этой же самой точке, где сейчас стоит вот этот ман. Эй, дядя, ну вот что ты его пнул, а? Он же выгрузиться не успел. Чё ты такой нетерпеливый? Чё за быдло у нас? Так, всё, ман разгрузился. А сколько у нас там помещалось? Их 48 штук, да? Ну всё, ман, давай сваливай, ты ж уже разгрузился. Он, блин, так долго стоит иногда. В принципе, когда отправляешь его на продажу чего-нибудь, это не бесит. А вот сейчас бесит. А я всё вот каждые 5 минут бегаю на поле посмотреть созрело ли остальные поля. Ман, сваливай, уже давно пора. Всё, я тогда паркуйся, раз не ходишь по-хорошему. Смотрим на платформу. Кстати, отсюда, я так понимаю, можно это всё выгружать россыпью. То есть, есть у меня подозрение, что эта штука ещё и дербанит тюки. И можно здесь россыпью всё загружать. Прикольно. Ну ладно, давайте выгрузим, допустим, 20 поддонов. А какая-то часть из них залетела. Не в смысле поддоны залетели? Не забеременели? А на прицеп? Ну давай ещё 4. И всё, больше нельзя. Они по-дурацки стали, да? Ладно, значит загружаем руками. Блин, такая идея хорошая была. Ладно, мы сейчас ещё одну идею попробуем. Вот это мы загружаем. Получается 24 штуки у нас здесь, да? 22. Съезди давай разгрузись. А мы, друзья, выгрузим 48 поддонов. Если у нас будет такая возможность. 42 можно только выгрузить. Пойдёт. Вот они здесь выгрузились. И когда он будет здесь мимо проезжать, может быть он их увидит и захватит. Было бы неплохо. В общем-то сейчас проверим. Кстати, вот пока мы не закончили серию, я вам напомню лишний раз, что для спонсоров на Boosty серии выходят по мере съёмки. И там уже скорее всего всё закончилось. Я просто обычно это в конце серии говорю, в самом конце. Я думаю, что многие люди, когда слышат фразу типа «Ладно, на этом мы будем потихоньку заканчивать», могут вырубать видос. Так оно на самом деле и есть. Поэтому я вот заранее скажу, что вот на Boosty следующая серия уже вышла, скорее всего. Меня, кстати, спрашивали, почему здесь нет людей? Я нашёл кого-то во. Смотрите, какой красавчик просто. Мне аж страшно становится. Ну ладно. Люди так, что здесь тоже есть. Значит, у нас тут выгрузились тюки и они пошли сюда залетать. Прекрасно. Тут, в общем-то, немного осталось их влезть. Поэтому сейчас проверим, чтобы моя теория с двумя триггерами тоже работала. Это у нас солому мы сейчас разгрузили. Давайте откроем фермерский рынок и круглые тюки соломы. А, так тут ещё много влезет-то. Ну ладно. На самом деле, в целом, как бы даже если это будет ездить хотя бы так и автоматически оно грузится на платформу не будет, то как бы и хрен с ним. Я не расстроюсь. Бздынь. Ой, он пошёл их загружать, да? Только не все. Один ряд остаётся. Но, знаете, это же тоже неплохо. Остальное можно и помочь. Бздынь, бздынь. В теории, наверное, можно такую точку нарисовать, чтобы он там проехал и забрал все три. Прямо близко. А, что-то всё, да? Ну ладно, едь, разгружай. Давайте тогда выгрузим ещё 42 поддона. Точнее, тюка. Мне сейчас важно, чтобы оно заполнило до конца круглые тюки и начал заполнять квадратные. Вот что важно. Вот что надо проверить. Мессенджер. У него на майке написано мессенджер. О боже. Ну ладно. Так вот, друг мой, что ты мне скажешь? Забьёшься ты сейчас полностью или не забьёшься? А, тут ещё ряд. Ещё ряд. Понятно, не забился. Видимо, много сюда влазит. А лук до сих пор не созрел и всё остальное тоже. Грустька, печалька, злостька. Да. Ладно, мы сегодня наигрались с тюками. Честно говоря, мне кажется, даже и серия довольно длинная получилась и всё про тюки. Пока он едет, можно даже это всё дело вот так вот и помогать ему закидывать. Ну давай, вези. Сколько вези, сколько повезёшь. Мы, друзья, тогда выгружаем ещё оставшиеся 24. Их тут всего осталось. А что вот это вот такое осталось? Непонятно. Вроде бы всё по нулям. Там одна десятая, одна тысячная литра какого-то осталось, поэтому вот так вот. Ну ладно, мы сейчас должны увидеть, что это должно работать. Получается вот такой вот интересный, хитрый, багерский, непонятный, может быть, читерский способ быстро затюковать много тюков. А на рынке есть туалет вообще, кстати, а? Просто вот, а, есть, смотрите-ка, предусмотрено. И даже есть телефонная будка. Телефон-автомат. Боже. Ребята, напишите в комментариях, вот честно, кто не знает, что это такое? Или кто вот пользовался таким когда-нибудь? Короче, вот, серьёзно, прям интересно вдруг стало, кто вот такими штуками пользовался в своей жизни? Телефон-автомат? Прям интересно стало. Так, бздынь, круглые тюки пошли и вот, они полностью заполнились и, соответственно, начали высыпаться в квадратные тюки. Отлично, работает, прекрасно, шикарно просто, да. В общем-то, народ, тогда, я же уже сказал, что следующая серия есть на бусте. Так вот, да, она, скорее всего, там есть. Но, что я сделаю за кадром? За кадром, друзья, я уберу вот эти вот поля. Если я это сделаю до монтажа серии, то вот сейчас, вот здесь вот, вы увидите, сколько там получилось, чего у нас собрать. Свекла, кстати, скоро уже соберется. Клюквы мы собрали 700 кубов. Свеклы, ну, много. Я думаю, что будет что-то около 2 миллионов литров. Всего остального, какая урожайность, без понятия. Как правило, на картах лук и морковь не сильно урожайные, по сравнению там с картошкой и свеклой. Что будет с ними, здесь, с арахисом, без понятия, посмотрим. Вот, ну и плюсы закину, тогда это все дело на рынок, пускай продается. Также, друзья, я засею поля, засею их кофем, чтобы прошло 3 дня до следующей уборки, чтобы у нас, наконец-то, произвелись эти гребаные стекла, чтобы медные пластины произвелись, чтобы мы в следующий раз смогли запустить медный завод. Ну и, в общем-то, там будем как-нибудь дальше развлекаться. Плюс у нас, скорее всего, будут уже какие-то денежки, я потихоньку буду следить за садами, рынок будет во всю работать, еще кучу линий запускаем на нем. А с тюками я тоже все там позаполняю, все будет красиво. О, тут, слушайте, смотрите-ка, вообще, тут вообще классно, да, 24 и все залетели. Ну давай, езжи разгружай. Так вот, вот это вот, взять все дело, тут позабиваю, куча тюков будет, все будет красиво и классно. И за 3 дня можно будет даже получить какую-то более-менее информацию о том, сколько это денег нам приносит, имеет ли смысл этим заниматься, как надолго всего этого хватает и так далее. Поэтому, чтобы не пропустить на Бусти все заранее выходит, а тем, кто же подписан там, ребята, огромное спасибо за поддержку, ссылка тоже есть в описании. Лайки, комментарии, в общем-то, пишите. Ну и на этом, в общем-то, все. Всем огромное спасибо за просмотр, с вами был Никита Дилой, всем пока-ки. А ты, падла, что вот прямо по урожаю едешь, а? Ай-яй-яй.